Приняты законопроекты в сфере административно-территориальной реформы в первом чтении. Несмотря на то, что реформа назрела давно, её много лет не могли внедрить. Нам было непросто провести административно-территориальную реформу. Провести идеальную реформу сложно, вопросов ещё много. Будем исправлять их постепенно, сказал председатель Кабинета министров Акалбек Джапаров в своём отчёте о ходе реализации административно-территориальной реформы в Чугур-Кукинешем. По словам главы Кабмина, цель АТР – объединить села и расширить города. Это приведет к эффективному управлению и использованию финансовых и человеческих ресурсов. Если до реформы АЭЛУ-КМЮТУ было 452, то после АТР их число составит 235. До реформы было 10 287 штатных единиц, но после их стало 6 398. Раньше на их расходы было предусмотрено 4,8 миллиарда сомов, теперь 3 миллиарда сомов. Аклбек Джапаров сообщил, что с 1990 года образовано 40 районов, 32 города и 452 АЭЛЬных округа. Он сказал, что постепенно мы уходим от принципа «одно село, один АЭЛУ-КМЮТУ», так как между ними существует огромное неравенство и разрывы. Хотя численность работников сельской местности сократилась, объем их работы не изменился. Это произошло по причине цифровизации государственных услуг, проводимых по всей стране. Теперь не нужно ходить в АЭЛУ-КМЮТУ, чтобы получить справку, даже если придут, ее не выдадут. Получить ее за 3 секунды может каждый через приложение «Тундук». В настоящее время 90% жителей не обращаются за информацией в АЭЛУ-КМЮТУ. Банки больше не запрашивают множество документов. Портал «Тундук» оказал услуги 15,6 миллионов раз, тем самым сэкономив более 1 миллиарда сомов и почти 13 миллионов часов времени.